Дмитрия Малосси, соучредитель спасательной организации Social Tis Animal Rescue, сидела в вестибюле ветеринарной клиники вместе со своим псом, которого привела на плановый осмотр. Но вдруг в клинику вошел мужчина, который держал под мышкой крошечного чихуахуа. Он подошел к стойке регистрации, а затем отправился в кабинет. Вышел из него он уже без щенка. Я услышала его разговор. Он сказал, что является хозяином зоомагазина, и этого больного чихуахуа никто не хотел покупать уже долгое время, поэтому он принес его на эвтаназию, рассказывает Дмитрия. Когда он держал щенка в руках, Дмитрия обратила внимание на то, что лапы чихуахуа были слегка деформированы. Но во всем другом это был нормальный щенок, хвостик которого непрерывно вилял из стороны в сторону. Женщина поняла, что малыша надо спасать, и бросилась к ветеринару. Она сказала врачу, что сумеет помочь крохе, и его будет ждать долгая и счастливая жизнь. Осмотр показал, что изгиб лап связан с бактериальной инфекцией и отсутствием физических нагрузок в первые месяцы после рождения. Крохе прописали антибиотики и противовоспалительные средства. Дмитрия решила не отвозить чихуахуа в свой приют, а взять ее домой, чтобы лишний раз не травмировать это маленькое чудо. Первые несколько дней щенок много спал, наслаждаясь мягкой и чистой кроватью. Дмитрия назвала ее клевер и не может налюбоваться своей новой подругой. Она не замечает того, что ее лапки немного не такие, они абсолютно не мешают ей носиться по дому и играть. А ее хвостик не перестает вилять ни на секунду, рассказывает Дмитрия. Вот так женщина оказалась в нужное время в нужном месте и спасла эту прекрасную жизнь.